Друзья, день добрый! Сегодня мы поговорим с вами об одном интересном модуле, который позволит заметно улучшить функционал вашего интернет-магазина на движке PrestaShop. Речь идет о модуле Pop-Up Notification. Он позволяет создавать всплывающие модальные Pop-Up окошки на различных страницах вашего интернет-магазина. Как бы не секрет, что грамотное использование всплывающих окон позволит значительно улучшить взаимодействие с вашими клиентами, с клиентами сайта. Речь идет, конечно, не о неконтролируемо открывающихся окнах, которые открываются в соседних окошках. Такие окошки только бесят посетителей, зачастую это сразу стимулирует уйти с сайта. Речь идет именно о Pop-Up окошках, которые открываются в рамках одной вашей страницы, не открывая дополнительное окно. Вот такого плана, грамотно используя такую технологию, можно сфокусировать внимание посетителя на какой-то информации, подвести его к какому-то действию. Опять же, здесь не нужно переусердствовать. Это окошко должно не мозолить глаза, то есть открываться один-два раза максимум, чтобы не надоедать клиенту. В общем, есть такой модуль, достаточно интересные настройки у него, то есть позволяет достаточно гибко настроить появление таких вот Pop-Up окошек в вашем PrestaShop магазине. Давайте посмотрим, как он работает. Установка стандартная, устанавливается через раздел модулей. Работает он на престе версии 1.5 и 1.6. На 7 он пока не работает. Ну и соответственно, на старой версии 4 так же. В принципе, это две актуальные версии, 5 и 6, которые перекроют, я думаю, большинство запросов. То есть стандартное добавление модуля. Устанавливаем его из архива. Модуль установлен. Переходим к настройкам. Здесь есть несколько вкладок. Можно настроить отдельное появление окон на главной странице Homepage, на страницах отдельных товаров, на страницах категорий и на каких-то других отдельных страницах магазина. То есть можно достаточно гибко настроить появление разных попапов в разных разделах вашего магазина. Также можно настроить форму подписки клиентов и сделать всплывающими логин и регистрацию клиентов в вашем магазине. Ну а также различные социалки. Это уже как дополнительная опция. Давайте посмотрим, как это работает. Сейчас мы находимся на настройках заглавной страницы. Собственно, вот включение и выключение попапа на заглавной странице. Здесь вы задаете размеры всплывающего окошка. Ну и собственно, вот это окошко для ввода самой информации. Но есть вот достаточно обширный раздел, какого типа информация будет выводиться. Это может быть обычный текст либо HTML. То есть вы можете сюда вставить достаточно сложный HTML код, чтобы это окошко у вас получилось раскрашенное, с разными разделами, с разными дивами. Можно вставить просто видео с YouTube или Vimeo. Можно вставить карту, можно вставить форму логина, просто картинку. То есть достаточно обширный выбор вариантов. Давайте попробуем, например, вставить ссылочку на YouTube. Просто открываем какое-нибудь YouTube видео, копируем ссылку, вставляем сюда. Опять же, если у вас магазин мультиязычный, для каждого языка можно вставить свою ссылку. То есть при переключении языка будет показываться разное всплывающее видео в данном случае. Также можно менять фоновую картинку для вашего окошка. Но для видео, в общем-то, это не актуально. Если вы используете обычный HTML текст, здесь можно поставить некую фоновую картинку. Дальше настройка куки. То есть если здесь стоит 0, это всплывающее окошко будет показываться каждый раз, когда клиент заходит на главную страницу магазина. Это не очень хорошо. Это будет напрягать. В принципе, достаточно показать один раз, поставить там куки, не знаю, неделю или месяц, чтобы следующий показ клиенту был через определенный промежуток времени. Можно выбирать дату начала показа и дату окончания. Если у вас какая-то акция, например. То есть здесь вы можете выставлять даты. Можно закрывать это окошко автоматически через некоторое количество секунд. Здесь вы выставляете. Либо показывать его с задержкой. То есть не сразу при переходе на страницу, а опять же по прошествии некоторого времени. Ну, плюс есть набор эффектов, которыми появление этого окошка сопровождается. В общем, давайте мы просто выбрали сейчас вариант видео, вставили ссылочку на видео и сохраняем настройки. Теперь, если мы переходим на главную страницу нашего магазина, у нас сразу подгружается всплывающая кнопка, в котором набрается видео. Закрываем его. Переходим снова на эту же страницу. Видим, опять она у нас открывается. Но это потому, что я не установил настройку, которую я говорил, я не установил cookie time в днях. То есть желательно здесь все-таки что-то там установить, чтобы не напрягать людей открыванием одного и того же видео каждый раз. Если переключиться на другой язык, то там у нас ничего не открывается, потому что ссылочку для других языков мы пока что не установили. То есть таким образом можно разные типы ссылок или разные тексты, если мы выбираем именно текст, для разных языков устанавливать. Давайте посмотрим по продуктам. То есть это на страницах товаров будет отображаться поп-ап. Причем можно настроить либо единый, либо единая всплывающая окошка для всех товаров, либо если включить вот эту опцию use different pop-up for each products, здесь вы можете для каждого товара настроить именно свое всплывающее окошко. Оно уже появляется не здесь, а в настройках редактирования товара. Давайте сохраняем здесь и потом переходим в какой-нибудь товар. вот этот, например. Здесь появляется дополнительная вкладочка pop-up notification. И здесь можно в качестве какого-то текста написать, да? опять же на разных языках. И теперь перейдем на страницу этого товара. Собственно, видим вот этот текст во всплывающем окошке. Переключаемся на другой язык. Видим другой текст. Переключаемся на третий язык. Текста не видим, потому что для третьего языка мы не заполняли. Немецкий у нас остался не заполнен. Давайте попробуем вставить сюда, например, некий HTML-код, например, форму подписки. Вот у меня есть некий рассылочный сервис. Отсюда можно скопировать код формы подписки. Вставить его сюда. Все, теперь если на немецком языке мы обновим страничку, мы видим всплывающая окошка с формой подписки на рассылку. Ну, размеры не совпадают, здесь нужно, конечно, подбирать. В общем, смысл вот такой. Опять же, для настроек появления на странице товара желательно поставить куки, чтобы каждый раз это окошко не всплывало. Что тут есть еще? Есть еще настройка на страницах категорий. То есть, в принципе, все то же самое наблюдается. Есть еще на каких-то других страницах. Здесь нужно добавлять в эту страницу определенный код. Есть настройки responsive дизайна. То есть, как будет выглядеть это окошко на экранах мобильных устройств, у которых разрешение не очень большое. То есть, здесь настраивается некоторая граница, при которой окошко начинает сжиматься. И также можно настроить регистрацию и логин на вашем сайте, также через всплывающее окошко. Вот в этом разделе. Если клиент хочет войти, либо зарегистрироваться, теперь у него также всплывает окошко. То есть, модуль, он как бы перехватывает управление от магазина, и вместо обычной статической страницы он позволяет этот функционал перевести также в поп-ап окошки. То есть, как видите, функционал достаточно обширный. Можно достаточно гибко настроить поп-апы в своем престо-шоп магазине. Опять же, без фанатизма рекомендую это делать, чтобы на каждом шагу куча окошек не всплывала. Но, тем не менее, грамотная настройка, она позволит улучшить взаимодействие ваших посетителей, ваших клиентов с вашим магазином, соответственно, увеличить продажи, увеличить прибыльность вашего магазина. На этом все на сегодня. Спасибо за внимание. Всего хорошего.